Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сдающиеся фотографии – это не глубина резкости, а глубина чувств. Слепой фотограф из Екатеринбурга путешествует по России и делает уникальные снимки. Погода в доме налаживается повсеместно. По итогам прямой линии даны поручения разобраться и решить проблему отопления в каждом заявленном случае. Масштабное мероприятие прошло по поручению полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. На звонки отвечали глава региона Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. За работой линии наблюдали наши корреспонденты. Уже за первый час работы колл-центра принято более 400 звонков на телефонах 14 операторов. На связи весь регион. Глава области Дмитрий Азаров знакомится с работой колл-центра. Как люди себя чувствуют, когда звонят? Много ли негативной реакции? В целом, так как принимаем, настроение улучшается. Мы фиксируем и передаем. Звонки направляют напрямую в зал заседания, где собрались руководители компаний и служб, ответственных за погоду в доме. В режиме видеоконференции подключены главы городов и районов. Прямая линия позволяет взять на контроль все сигналы от жителей, чтобы оперативно принять решение по подключению отопления и выявить проблемы, требующие административного вмешательства. На линии Малышева Ольга Борисовна. Город Санара. Октябрьский район. Масленниково. 24-29. Добрый день. Добрый день. У нас нет отопления по адресу Масленниково, проспект, дом 24. Вопрос решается на месте. Директор теплоснабжающей компании обещает до вечера аварию устранить. Уже завтра в квартиры будет подано тепло. Еще один проблемный адрес – революционный 155. Жильцы регулярно оплачивают услуги, а вот их ТСЖ имеет значительные долги перед ресурснабжающими компаниями. Несмотря на это, в дом удалось пустить тепло, а вот горячей воды еще нет. Городские власти этот адрес держат под особым контролем. Для жителей подберут новую управляющую компанию, которая сможет грамотно распоряжаться как ресурсами, так и финансами. Подскажем им с кем и как заключать договоры, чтобы котельная обслуживалась. То, что проблем с теплом там нет, там есть проблема с использованием этой котельной. Сегодня в доме поднимут температуру, завтра вернется горячая вода. В отношении недобросовестного ТСЖ будет возбуждено уголовное дело по статье самоуправства. Впрочем, если говорить о Самаре, дома без отопления – это единичные случаи. И это касается работы управляющих компаний, которые должны настроить внутри домовые сети. За лето в городе заменили в три раза больше теплотрассы, чем в прошлом году. Темпы подготовки к зиме летом были втрое быстрее, чем раньше. – Несколько лет тому назад был капитальный ремонт. С тех пор у нас батареи такие, что у меня балкон настишь, даже зимой мне жарко. – А сегодня какая ситуация? – И сегодня то же самое. Окно в комнате, на кухне, балкон настишь, и я хожу гуляю. – У нас все было вовремя, все было нормально. До отопления, до сезона нам все это сделали, проверили, и в сезон все вовремя дали. – Трубы на горячие, потрогал горячие во всех комнатах, тепло превосходно, даже жарко. Было 28 градусов. Даже одну дверь на балкон приоткрываем. Поэтому благодарен администрации, которая проследила, организовала и вовремя включила. За шесть часов работы прямой линии поступило более полутора тысяч звонков. Что касается проблемных адресов, каждому главе муниципалитета, руководителю управляющей компании и теплооснабжающей организации дано поручение связаться с заявителем проблемы и на месте убедиться, что ситуация исправлена. – Самое главное – это системность. Это вот на самом верхнем уровне понимание проблем, определение четких подходов взаимодействия с управляющими компаниями, с ТСЖ, выстраивание этой работы, чтобы мы не в режиме аварийном с вами встречались как можно реже. В итоге регион должен войти в отопительный сезон с показателем 100% и без проблемных адресов. Олег Зверев, Василий Колдашов, Андрей Горгулянко, Григорий Плешаков. События. Судьбу мемориального комплекса, гордость, честь и слава Самарской области обсудили в региональном правительстве. Напомню, возведение объекта началось два года назад и вызвало неоднозначную реакцию жителей Самары. Изменение культового места гораздо города вызвало критику горожан. По инициативе в РИО губернатора Дмитрия Азарова к решению вопроса присоединились самарские архитекторы, скульпторы и историки. Сейчас работы на склоне завершаются. Нужно рассмотреть возможную корректировку архитектурных решений и выработать концепцию информационного наполнения комплекса. На совещании главе региона представили несколько вариантов оформления. Я бы очень хотел, чтобы этот проект был проектом объединения людей, людей разных интересов, разных взглядов на жизнь, политических, конфессиональных предпочтений. Которых объединяет гордость за наш родной город, за Самар. 700 самарских семей переселят из аварийного жилья до 20 декабря. Более 500 квартир муниципалитет уже приобрел. 200 в Волгаре еще строятся. На заседании общественной палаты обсудили, как в регионе работает программа переселения людей из веткового аварийного жилья. Сейчас в пролете новоселье готовятся жители домов, которые признаны аварийными до 2012 года. По остальным пока программы нет. В общественной палате предлагают выходить на правительство России с инициативой продлить работу фонда содействия реформирования ЖКХ, чтобы в перечень включить дома, признанные аварийными с 2013 по 2016 годы. Органы местного самоуправления в свое время неохотно признавали дома аварийными, понимая, что раз они признают дома аварийными, необходимо переселять жителей. А средств на переселение у них не было. Поэтому они всячески затягивали эти процессы. Но после того, как появился фонд содействия реформирования ЖКХ, он дал отмашку, что все дома до 2019 года он берет на себя. То есть он готов их поддержать финансово. А вот что касается с 2013, допустим, и последующие года, вот здесь вопрос очень серьезно стоит. Я думаю, что правительство Российской Федерации все-таки согласится на то, чтобы вот эта программа была продолжена. Потому что без нее ни один орган местного самоуправления проблему эту не решит. В пользу жителей в Самаре заключили модельный договор управления многоквартирным домом. Свои подписи в документе поставили руководители шести обслуживающих организаций. Модельный договор разработали специалисты госжилинспекции совместно с профильными общественными организациями. В нем четко прописаны права и обязанности коммунальных фирм и собственников. В нем также есть дополнительный раздел, который позволяет жителям через избранный совет дома контролировать работу управляющей компании. Раньше договор собственникам предлагали сами коммунальщики. И бывали случаи, когда документ был написан не в пользу людей. Теперь в любой спорной ситуации жители будут иметь все основания, чтобы контролировать и расход своих денег на ремонт, и требовать качественное обслушивание. Договор, который предлагает правительство в Самарской области, максимально защищает права и интересы жителей. Максимальный объем контроля за расходованием средств, за действиями управляющей компании. Далее, коротко о других событиях дня. ЧП в Самарском метро. На станции Алабинской вагоны сошлись с рельсов и загорелись. Такова легенда масштабных учений в метро. Этой спецоперации силовики не ограничатся. МЧС планирует масштабные учения. Они пройдут с 24 по 27 октября. И затронут Самару, Новокуйбышевск, а также поселок Водино, Красноярского района. Подробности не сообщаются. Глава Нефтегорского района задержан еще на 72 часа. Такое решение принял Самарский райсуд. Напомним, Владимир Корнев по версии следствия в 2010 году помог застройщику оформить разрешение на строительство, а за это получил квартиру в строящемся доме на улице Мира в Нефтегорске. Стоимость этого жилья составляла более 700 тысяч рублей. Под Самарой нашли 2 килограмма метилэфедрона. Сотрудники госнаркоконтроля задержали 32-летнего жителя московского региона. По версии силовиков, он прятал запрещенные вещества в тайниках на территории Самарской области. Одну из таких закладок стражи порядка обнаружили в лесу около села Зеленовка Ставропольского района. Другую – недалеко от поселка Новосемейкино Красноярского района. В найденных пакетах находилось почти 2 килограмма наркотика N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело. Электричка сбила 54-летнего Самарса, когда тот переходил железнодорожные пути. Инцидент произошел в районе станции Стахановская. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Предварительный диагноз пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана теменной области и сотрясение головного мозга. Подробности случившегося устанавливаются. К чемпионату мира на базе Самарской станции скорой помощи построят единый диспетчерский центр. Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, поэтому вызовы будут принимать без ожидания. Одним из первых шагов стала выдача сотрудникам экстренной службы раций. Так, во время чемпионата мира 2018 планируют задействовать 27-29 дополнительных экипажей скорой помощи. С 20 октября, то есть уже с завтрашнего дня, в России заработает новый регламент ГИБДД. Это значит, что в жизни автомобилистов многое поменяется. Итак, внимание, теперь инспекторам вновь разрешили останавливать машину вне стационарных постов. Но нельзя устраивать засады, патруль не должен быть хорошо виден всем участникам движения. При этом все свои действия полицейские должны по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов, которыми оборудованы их машины. А можно все фиксировать на камеру и самому водителю. Еще одно новшество справок о ДТП выдавать больше не будут. Водители после аварии станут получать только копии протоколов и постановлений. Также автоинспекторы на месте нарушения ПДД не будут забирать права. Водитель сам должен явиться в госавтоинспекцию и самостоятельно сдать удостоверение. В случае принятия судом решения о лишении специального права на управление транспортным средством, водителю в настоящий момент необходимо в течение трех рабочих дней с момента вступления постановления в законную силу сдать водительское удостоверение в органы госавтоинспекции. Если водитель не сдал водительское удостоверение вовремя, то, естественно, срок не наступает лишения. Срок переносится. И водитель уже лично должен быть заинтересован в том, чтобы раньше сдать водительское удостоверение. Неприкасаемых нет. Борьбе с коррупцией было посвящено большое совещание в правительстве области. Больше всего беспокойство вызывает агропромышленный комплекс. Это подтвердила проверка прокуратуры. За последнее время возбуждено 15 уголовных дел. Практически все они по статье «Мошенничество при получении выплат». Основная причина, по мнению специалистов, слишком сложная система подачи заявок на гранты. Еще одна частая проблема для сельских районов – указание недостоверных или неполных сведений о доходах. По данным прокуратуры, в 2016 году выявлено 767 должностных лиц, неверно заполнивших декларацию. По мнению в Рио губернатора Дмитрия Азарова, с государственными служащими, особенно в муниципальных районах, необходимо провести антикоррупционный ликбез. Главное, контроль должен быть одинаковым как для сельских чиновников, так и для городских. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил коррупцию в один ряд с терроризмом, как основную опасность, угрожающую национальной безопасности России. И мы с вами это наблюдаем, к сожалению, при этом понимаем, что неприкасаемых нет. Мы видим, что ответственность несут в том числе чиновники, руководители на всех уровнях, как на федеральном, региональном, муниципальном. И понятно, что задача, которую ставит президент, она нацелена на полное оздоровление общества от коррупции. В Самаре активизировались мошенники, которые зарабатывают на людях, ищущих съемное жилье. Какую схему используют злоумышленники и как не попасться на их удочку, расскажет Лариса Шалафаст. На Самарском рынке аренда жилья снова неспокойна. В городе опять появились конторы, которые якобы предоставляют услуги риэлторов. Но с условием, что ездить по адресам клиент будет сам. За 5-6 тысяч рублей ему открывают доступ к некой общегородской базе аренды. И когда человек пытается найти себе квартиру, оказывается, что ни один телефонный адрес из этого списка недействителен. Либо это несуществующий адрес, либо телефон не отвечает. Он приезжает на квартиру, делает круглые глаза, говорит, мы ничего не сдаем. Возвращаясь назад, они говорят, вы подписали с нами договор, все в порядке, до свидания. Когда человек понимает, что его обманули, доказать свою правоту практически невозможно. Договор в мошеннических фирмах составлен так, что они предоставляют всего лишь информационные услуги. И обеспечить жильем никого не обязаны. Поэтому силовики советуют самарцам быть особенно бдительными и пользоваться услугами официальных риэлторов. Главное помнить, что оплату настоящие специалисты берут только по факту вселения. И ни в коем случае не заранее. На той квартире, на которой вы уже остановились, вы подписываете договор непосредственно с собственником квартиры. И оплачиваете работу риэлтора. И она составляет 50% от месячной арендной платы. Один раз. Также на особом контроле полицейских так называемые резиновые квартиры. Когда владельцы прописывают в своей квартире десятки человек. На начало года в Самарской области было больше 300 таких адресов. Работа в этом направлении постоянно ведется. Ситуацию на сегодняшний день уже легче мониторить в связи с тем, что вся информация о зарегистрированных гражданах Российской Федерации, о гражданах иностранных и лицах безгражданства, поставленных на миграционный учет, вносится в базу данных МВД. Всего с начала года на собственников квартир, которые нарушили правила предоставления жилого помещения, возбуждено 11 уголовных дел. Пятеро нарушителей заплатили штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, События. Россияне уже планируют свои новогодние каникулы, куда чаще всего бронируют путевки, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть стремительно снижаются. За баррель марки «Бренд» сегодня дают 57 долларов 50 центов. Валюта дорожает. Курс на 20 октября. Доллар 57 рублей 57 копеек, евро 67 рублей 93 копейки. Золото стоит 2358 рублей, серебро 31 рубль 21 копейка за грамм. Что касается самарских банков, дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 70 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 20 копеек. Россияне начали планировать, где проведут новогодние каникулы. Чаще всего путевки бронируют в Сочи, Москву и Санкт-Петербург, сообщили в Ростуризме. В России может появиться новый сбор – экологический налог на сигареты. Его введение предусмотрено антитабачной концепцией, разработанной Минздравом. Кроме того, будут сокращать и места для курения. А Самарская область получит из федерального бюджета 660 миллионов рублей на лекарства. Это субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан медицинскими препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. На этом все. Удачи в делах! Построить здание, чтобы стояло вечно. Самарский строитель, заслуженный изобретатель России Сергей Ампилов встретился со студентами, чтобы поделиться опытом в профессии. За 25 лет он возвел более сотни объектов. И в разработке не имеют аналогов в мире. С гением строительства встретилась Марианна Мирная. Изобретатель товар штучный, говорит заслуженный строитель России Сергей Ампилов. В России всего 13 человек, тех, кто долгие годы продолжает усовершенствовать строительство зданий. Процесс этот творческий. По заказу придумать новую технологию очень трудно. За 25 лет Ампилов разработал около 70 изобретений, из которых 58 успешно внедрены в производство. Мы всегда строим, мы строители, строим всегда объекты вечные. И для строителя каждый объект, как ребенок, чужим не бывает. Вот у меня есть объект, на которых я работал, я горжусь по сегодняшний день. Это здание областной налоговой инспекции на улице Осипенко, это школа в Калявлино, это стадион строителей, сегодня санта камня Анатолия Алексеевича Степанова. Их больше сотни. Все изобретения Сергея Михайловича связаны со строительством. И с молодежью он встречается для того, чтобы передать свой опыт, чтобы среди юных умов тоже зажглась искорка. Такие люди нам всегда будут необходимы, потому что это, во-первых, большой жизненный опыт, которым они обладают. У нас, к сожалению, молодого поколения еще отсутствует, мы только начинаем двигаться в этом направлении. Поэтому узнать что-то новое, поделиться вот этим опытом и подсказать нам где-то в наших, возможно, ошибках или недочетах, потому что он-то уже это прошел. Встреча с изобретателем Анпиловым в Самарской областной научной библиотеке одна из многих в рамках проекта «Самарские инновации на карте России». Мариана Мирная, Станислав Левин, События. У него нет возможности видеть, но есть возможность показать. Слепой фотограф из Екатеринбурга Александр Журавлев сегодня снимал самарские пейзажи. Вырученные от продажи фотографий деньги идут на помощь незрячим людям. О человеке, который смог преодолеть обстоятельства и себя, самого материал Инессы Панченко. Создание этих уникальных фото отчасти дело техники. Смартфон может сам настраиваться на резкость и выбирать режим. И все же фотограф больше доверяет чувствам. Ориентируется на шелест листьев, звук тающего снега, ощущение земли под ногами, то, что зрячему человеку неведомо. Александр Журавлев потерял зрение в 11 лет. Не полностью, осталось 2%. Он видит вокруг серый туман и смутные очертания. Увлечение фотографией – это потребность Александра делиться внутренним миром. Мне хочется показать это шире и больше людям, что видеть можно шире, больше, ярче и красивее. Несмотря на зрение, несмотря на еще что-то. У каждого из нас огромный внутренний потенциал. Александр много путешествует. Сначала на электричках по России, затем самолетом в Индию и Польшу. Сейчас он получает психологическое образование в университете. Недавно состоялась большая персональная выставка его фоторабот в Москве. Пройдя непростые стадии принятия жизни в тумане, мужчина понял – наши комплексы внутри нас. Не важно, есть зрение или нет его, есть слух или нет его, повреждения центральной нервной системы или опорно-двигательного аппарата. Это не важно. У всех свои особенности. И вот с этими особенностями как раз-таки нужно в этом мире жить. Александр давно мечтал побывать на Волге, в Самаре. Его впечатления мы увидим в новых фотоработах. А уже в начале ноября он отправится в Корею. Международный олимпийский комитет предложил ему стать факелоносцем огня в честь предстоящих зимних олимпийских игр. Не страшно, когда природа и погода раскрашивают мир в серый. Страшно, когда твой внутренний мир теряет свет. Возможно, эта философия слепого художника позволит нам увидеть привычные пейзажи в непривычном ракурсе. Инесса Панченко, Григорий Плешаков. События. Краски, которые лечат. В онкодиспансере открылась выставка детских рисунков, которые признаны благотворно влиять на больных. Яркие и добрые картины вызывают положительные эмоции, заставляют улыбаться. А хорошее настроение настраивает на выздоровление, уверены врачи. Позитивом зарядилась и Марина Матвейшина. Яркие, непосредственные и оптимистичные рисунки встречают каждого, кто входит в холл Самарского онкодиспансера. Здесь открылась выставка картин юных художников «Радуга в ладошках». Каждая картина заряжена желанием жить и ожиданием чуда. А именно этого зачастую не хватает пациентам онкологического диспансера. Дети действительно создали работы, при взгляде на которых любой взрослый улыбается. И сама пластика линий, она сохраняет детскость, непосредственно детское впечатление, и позволяет передать эмоциональную составляющую. Те чувства, которыми наполнено детское творчество, детское сердце. Яркой выставкой открывается в онкодиспансере традиционная школа пациентов. Октябрь – всемирный месяц борьбы против рака груди. Именно этой теме посвящены все лекции в этот раз. Женщинам после 40 лет нужно обязательно делать маммографическое исследование молочной железы. А у женщин, у которых выявлено доброкачественное образование в молочной железе, они должны ежегодно проходить по рекомендации врача или маммографическое исследование, или ультразвуковое исследование. Женщин учат проводить и самостоятельные обследования, а также рассказывают, на что нужно обратить внимание, чтобы вовремя выявить новообразование в молочной железе. Врачи не устают повторять. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем более успешно оно лечится и имеет наиболее благоприятный прогноз. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. Далее новости спорта продолжит эфир. Слово Андрея Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетболисты Самары впервые победили в Новосибирске. Дарья Касаткина уверенно выступает на Кубке Кремля. Хоккеисты «Лады» впервые в сезоне выиграли две игры подряд. В очередном матче КХЛ Толятинская «Лада» принимала на своем льду словон из Братиславы. Первый в матче гол организовали американские легионеры «Лады». После передачи Чарльза Геноуа Шейн Харпер мощным дальним броском реализовал большинство. 1-0. Вскоре счет удвоился. Еще раз отличился Шейн Харпер. В середине матча на 29-й минуте толятинцы закрепили свое преимущество. 3-0. В третьем периоде Михаил Ржепик вернул. Было интригу матча, забросив шайбу в ворота Лазушина, но голы Зерновой и Капустина подвели итог матчу. 5-1. Уверенная победа «Лады». Тольятинцы впервые в сезоне забросили 5 шайб и одержали 2 победы к ряду. Тольятинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля. Сначала Дарья в 1-8 в двух партиях обыграла представительницу Чехии Катаржину Синякову со счетом 6-2, 6-3. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Дарья один раз подала на вылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейкпоинтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк. А уже в четвертьфинале Дарья нанесла поражение представительнице Белоруссии Александре Соснович в двух партиях 6-4, 6-3. Встреча длилась 1 час 23 минуты. Соперницей 20-летней теннисистки в полуфинальном поединке будет победительница матча Ирина Камелия Бегу, Румыния, Вера Лобко, Белоруссия. В очередном матче Суперлиги баскетбольный клуб «Самара» на выезде встречался с Новосибирском. Несколько первых минут самарцы вынуждены были догонять активно начавшего встречу соперника. В какой-то момент отставание достигло 7 очков. Но до завершения стартового периода гости вышли вперед на 21-19. Во второй четверти самарцы организовали рывок 13-0 и держали свое преимущество в районе 10 очков 45-35 к большому перерыву. Сибиряки не собирались сдаваться и потихоньку, сокращая отставание, за 4 минуты до завершения основного времени матча сравняли счет 63-63. Но в концовке «Самара» все же вернула преимущество и довела матч до победы. Первый для «Самары» в Новосибирске 79-73. А уже в воскресенье 22 октября волжане сыграют перед своими болельщиками. В МТЛ-арене команда примет купол «Родники». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова